Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Жуков, это Kato.ru, обзоры, фото и видеотехники. Сегодня мы с вами поговорим про ту камеру, которая всегда с вами, про камеру в вашем смартфоне. Конечно, можно посвятить роликам, целую серию роликов, если, кстати, вы хотите, мы это сделаем. Например, сравнение камер разных смартфонов. Попробуем выбрать лучшую камеру в смартфоне в верхнем ценовом диапазоне, можем протестировать камеры в среднем ценовом диапазоне, но, как я знаю и как знаете, вы в глубине души, многие и многие и многие фотографы выбирают себе недорогие смартфоны. Сейчас вообще, вот если посмотреть на современный рынок, на продажи, достаточно популярен класс смартфонов до 15 тысяч рублей, от 10. В эти деньги хочется получить хороший смартфон с хорошей камерой. Мы же фотографы, операторы. Понятное дело, что нас будет интересовать в первую очередь именно эта особенность любого современного смартфона. Но, конечно, хочется, чтобы этот смартфон тоже был хорошим. Ну, в кавычках, хорошим за 10-15 тысяч рублей. Что за эти деньги можно купить? На самом деле смартфонов в этом бюджете очень много. Многие из них откровенные китайцы, то есть неизвестные бренды, которые, ну, мало кому интересны, которые на самом деле могут быть вполне себе неплохими решениями, но в целом это, во-первых, рулетка, а во-вторых, это смартфон, который вы покупаете примерно на год, максимум на полтора, потому что никакой поддержки не будет. Не будет выходить новых версий операционной системы, не будут справляться ошибки, если они вдруг обнаружатся. Ну, и плюс, ну, само качество и сборки самого смартфона, скорее всего, будет, ну, таким. Не самым премиальным, я бы сказал. Но в эти же деньги уже можно найти смартфоны, которые работают очень хорошо. И вот здесь начинается просто чехарда. Наиболее активная компания в данном направлении, как я считаю, это компания Xiaomi. И здесь не речь о том, что мне проплатили этот обзор, или заслали эти телефоны на тестирование. Нет, я действительно долго выбирал, и хочу начать на этом канале, на Cato True, серию обзоров смартфонов именно с чего-то доступного, интересного и по-настоящему качественного. Именно поэтому сейчас у меня на столе два смартфона, которые я тестировал, и из которых я выбирал, собственно, самый доступный, производительный, современный камерафон для фотографа. Смартфон, который мог бы стать полноценным помощником, ассистентом в нашем нелёгком деле. У него должны были быть несколько важных функций. В первую очередь, это хороший телефон. Во вторую очередь, это большой качественный дисплей. В третью очередь, он должен долго работать. И он должен быть достаточно мощным, чтобы ничего не тормозило. А ещё там должен быть хороший Wi-Fi для того, чтобы этот смартфон можно было соединять с другими фотогаджетами. Конечно же, там должна хорошая камера. Мой выбор выпал на два смартфона. Совершенно осознанно. Сначала я себе очень хотел смартфон Redmi 5 Plus от компании Xiaomi. Были разные версии этого смартфона на 3,32 гигабайта, то есть 3 оперативной, 32 постоянной памяти. Была версия помощнее, 4 оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. И вот, как мне показалось, за те деньги, которые я готов, например, я готов отдать за подобный смартфон, за компаньона, который будет именно такой рабочей лошадкой всегда с собой, это вот Redmi 5 Plus. И почти что решился на этот смартфон, но благодаря тому, что я снимаю ролики, благодаря тому, что у меня есть канал, у меня получилось получить сразу два смартфона и сделать определенный сравнительный тест. Об этом своего использования я сейчас поделюсь с вами. Второй телефон, который ко мне приехал, это Redmi Note 5. Телефоны очень близки друг к другу. В среднем между ними примерно одна, полторы максимум, тысячи рублей разницы. То есть, если один стоит в конфигурации 4,64, например, 13 тысяч рублей, другой стоит 14 тысяч рублей. Ну или там 14-15 тысяч рублей, плюс-минус, в разных магазинах, с разным курсом доллара, по разным акциям, которых Xiaomi сейчас в России делает очень много, вы получаете подобные смартфоны. Сразу скажу, я говорю о глобальных версиях, то есть об официальной поставке для России, с русской инструкцией, с российской гарантией, с доставкой по России быстрой. Это принципиальный вопрос, потому что из Китая можно получить все, что угодно, и некоторым моим уже требованиям текущим, такие смартфоны не будут отвечать. Например, там не будет поддержки по-настоящему быстрого LTE в некоторых ситуациях. Вы наверняка знаете, что есть китайские версии, а есть вот глобальные версии. Есть китайские прошитые до глобальной версии смартфона. Так вот, все, что со словом китайские, это означает, что не будет нескольких бендов, то есть не будет поддержки нескольких частот, на которых работают некоторые российские операторы. Соответственно, мы не получим максимальную скорость, максимальное покрытие в разных условиях по стране. Ну, а мы все-таки с вами в большинстве своем находимся в России, в СНГ, меня часто смотрят на Украине, в Казахстане, в Киргизии, в Белоруссии и в других дружественных, близких странах. У нас все-таки российские версии, я сразу это оговариваю, это принципиальная позиция, потому что китайские действительно можно купить еще на тысячу-две дешевле. Но российский магазин, доставка и так далее, это гораздо удобней. Ну, опять же, чтобы это не казалось рекламой, не будем на этом зацикливаться. Зациклимся лучше на возможности этих смартфонов. И вот, что я выяснил. Я сейчас для вас распакую один из смартфонов, просто покажу, что там есть коробки, если вдруг вы еще этого не знаете. Возьмем, например, Redmi 5 Plus, он ближе ко мне лежит, тем более, Note 5, вернее, однозначно так распакованным лежит. Вы уже понимаете, на что упал мой выбор. Сейчас я вам поясню, почему. Коробочка открывается очень плавно. На ней, кстати, сзади российский, русский шрифт. Очень здорово, все наглядно написано, расписано. Дальше сверху лежит вот такая коробочка, пластик, картонная. Внутри чехол. Чехол с силиконом, давайте я вам его продемонстрирую. В случае с Redmi Plus я выбрал голубую версию. Тут прозрачный белый чехол, я не буду его распаковывать даже. Пускай следующему обзорщику достанется он в первозданном виде, мне не жалко. Дальше идет сам смартфон. Вот, например, Redmi 5 Plus, он достался мне в голубом варианте, с белой панелькой. Выглядит очень здорово, для девушки будет просто прекрасно. Он круто собран, кнопки не дрожат. Ну, чуть-чуть, может быть, видно, слышно, что что-то немножко погремывает такое в кнопочках, но в целом они действительно хорошо здесь в корпусу утоплены. Задняя стенка почти полностью сделана из металла, перед из стекла, безрамочный дисплей. Кстати, на нем очень хорошо видно, что дисплей действительно с тонкими рамками, большой, здесь 6 дюймов. И мы к нему еще вернемся. Сразу же наклеена пленочка, которая сразу же оторвите, потому что защитное стекло хорошее. Вот у меня он несколько, ну сколько, дней 10-15 уже точно провел в кармане вместе с ключами и другими телефонами, и ничего не поцарапалось. Так вот, здесь в этом смартфоне действительно такой огромный экран и один глазок камеры. Я думал, что это хорошая камера. И здесь 625 Snapdragon, это неплохой процессор среднего сегмента, среднего ценового сегмента. Он восьмоядерный, он мощный, здесь достаточно оперативной памяти, ну 4,64. Но, опять же, не это сейчас важно. Кладем телефончик сюда, чтобы вам лучше было видно. Он тоненький, он реально классно лежит в руке. То есть придраться к сборке и к ощущениям в руке практически невозможно. Только если вы захотите, вы придеретесь. А так, пользоваться совершенно комфортно. Это премиум за 15 тысяч рублей, даже за 13, да, можно его купить за 12. Вот. На русском инструкция, российский гарантийный талон, и в коробочке провод, microUSB разъем, здесь пока нет Type-C, и зарядка, сразу секрет, вот здесь зарядка на 2 А, 5 Вольт 2 А. Это хорошая зарядка, качественная, но это не быстрая зарядка. То есть Quick Charge не будет работать с этой штукой, а телефоны оба поддерживают Quick Charge 3.0, соответственно, могут очень быстро заряжаться. Ну, не больше двух часов полная зарядка смартфона. Ну, собственно, весь комплект, наушников нету, больше ничего нету, да и не нужно. Этот смартфон я сейчас уберу по одной простой причине. Его камера оказалась слабее, чем камера Redmi Note 5, причем настолько слабее, что тысячу рублей переплатить нужно. Поэтому убираем его. И тот смартфон, с которым я, собственно, ходил, и который меня по-настоящему впечатлил. Все, на самом деле, про Redmi 5 Plus закончили. Я не знаю, для кого этот смартфон, для тех, у кого, наверное, чуть-чуть не хватит денег на Note 5, потому что в Note 5 на самом деле огромное количество преимуществ. Для фотографов в первую очередь, ну и для обычного использования тоже. Во-первых, здесь 636 Snapdragon. 636 Snapdragon – это процессор, который существенно мощнее 625-го, новее, на абсолютно новой технологии ядер. Не хочу в это углубляться. Есть коллеги, которые разбирают эти процессоры ядра гораздо лучше, чем я. Я опущу этот вопрос. Просто он побыстрее будет работать. У него побыстрее работает по системе памяти, у него мощнее процессоры, и это видно и очевидно по работе камеры. Даже само приложение, несмотря на то, что здесь Android 8.1. Тут, кстати, в Плюсе, по-моему, 7.1.2. Соответственно, он старше, и там другой модуль камеры, и он мне как раз не понравился. Может быть, кстати, из-за Android дело, но и там, и там самое последнее на данный момент, это август 2018 года прошивка. Так вот, здесь уже Android 8.1. Давайте я даже проверю, не обманываю ли я вас, потому что у меня закрались сомнения. Да, 8.1 Android, совершенно верно. MIUI Global 9.5, там, кстати, по-моему, даже 9.6, но неважно, да? То есть, странная, кстати, политика у Xiaomi, ну, как и у любого другого китайского бренда, то, что прошивки как-то неоднородно выходят, и не так быстро, как хотелось бы. Но, в любом случае, телефон тоже очень похожий. Вот он сейчас с включенным экраном, он тоже такой же огромный, тоже 6 дюймов, есть у современных лагунов побольше. Ну, вот, вы знаете, вот тонкий, тяжеленький, хорошо собранный смартфон, кстати, вот здесь кнопки уже не трясутся, видимо, потому что я делал вот этот вот темненький силиконовый чехол, который идет с ним в комплекте. Рекомендую тоже этого сделать, потому что чехол по-настоящему тонкий, но он все равно защитит ваш телефон и во время падения, и при переноске в кармане. В общем, почему бы нет? 136 Snapdragon, это на самом деле, здесь не написано, почему-то странно оформить сайт тоже компании Xiaomi, это официальный магазин, кстати. Так вот, если брать 3.32 версию, там написано AI Powered Camera, то есть камера с искусственным интеллектом, а если открывать 4.64, то есть 4 гигабайта, 64 гигабайта постоянной памяти версия, то здесь этой надписи почему-то нету. Странный, странный подход у Xiaomi, ну, ребята, хорошо, что они просто в Россию официально пришли и дают гарантию на одни из самых популярных смартфонов. Окей, так вот, здесь действительно с искусственным интеллектом камера, ее интерфейс мне нравится гораздо больше. Здесь есть и ручные режимы, здесь есть и автоматические режимы, режимы сцены, режимы съемки панорамы, режимы съемки фото, видео, портретный режим, все, вот как мы любим, все, что нам нужно. Давайте я сразу же вам расскажу про фотографии и покажу их. Первый кадр, который я вам хочу показать, это кадр с цветочками. Здесь вы можете посмотреть, как распределяется резкость по всему полю кадра, от краев к центру. Все более или менее хорошо. На самых краях видно, что резкость немножко падает. Это характерно для любой оптики, любого современного смартфона, но здесь это практически не выражено. То есть, действительно хорошо работает камера. Теперь давайте посмотрим просто хорошую картинку, которую сделает телефон яркий солнечный день на улице. И что мы видим? Мы видим действительно хорошие чистые цвета. Стоит нам уйти в тень, как картинка становится чуть-чуть цифровой. Ничего страшного в этом нет. Конечно же, более продвинутые телефоны, возьмем, например, iPhone X или Samsung Galaxy Note 9, например. Самое современное, что есть сейчас в нашем распоряжении, они выдают картинку, конечно, чуть менее цифровую, чуть менее пережаренную, я бы так сказал, но в целом она смотрится даже в этой ситуации очень хорошо. Еще у этого смартфона есть, конечно же, режим съемки панорамы. Вы просто ее видите, и тут добавить нечего, все работает очень хорошо. Естественно, я бы в интерфейс добавил уровень при съемке, потому что немножко гуляет наклон, когда вы делаете панорам, потому что она очень широкая. Опять же, все это хорошо видно было только что. Но ок. Теперь две камеры. Все-таки два модуля лучше, чем один. Это факт. На зум это не влияет. Вот наш голубь, который снят на широком угле, и вот он снят цифровым восьмикратным зумом. Вы знаете, самое смешное, мне эта штука понадобилась. Я буквально на днях оказался в банальной ситуации, пошел в парк, поесть шашлыков с друзьями, отметить день рождения моих знакомых, и к нам пришла белочка. Не на которой вы подумали, это была безалкогольная вечеринка, к сожалению, но белочка пришла самая настоящая. Я должен был ее хоть как-то сфотографировать. И тут мне потребовал сфровой зум. Мне было честно, вот пофигу на то, что все будет пикселизовано и плохо. Мне нужна была белочка. Я сфотографировал, отправил, уже не своей фотографии, она мне написала, как мило. Да, и просто было выполнено, не знаю что, но белочку я сфотографировал, отправил, все хорошо. Окей, теперь двойная, собственно, камера. Где она задействована? Задействована при съемке портретов. Режим искусственного размытия заднего плана, разделения планов. Вообще сам по себе смартфон снимает портреты в пространстве весьма неплохо. Вот даже при не очень хорошем освещении, метро, сфотографирую при обычном режиме, видно даже, что есть передний план, есть размытие заднего плана. Кстати, эскалатор двигался, и все равно все прекрасно. Но, как только я включаю режим портрета, ну, картинка приобретает более дорогой вид. Вот еще пара портретов, снятых при хорошем освещении. А вот этот портрет снят при искусственном освещении практически ночью. И вы тоже видите, что все прекрасно. Можно снимать как портреты в рост, так и крупные портреты. Хотя крупные сложновато. Здесь широкоугольная камера на том же айфоне, например, портрет он портрет. То есть включается теле-модуль камеры, и размытие заднего плана происходит с помощью широкоугольного модуля. А тут наоборот. Широкоугольный модуль снимает, а размытие с помощью второй камеры происходит на Xiaomi. Не путайтесь, не волнуйтесь. Просто понимайте, что на Xiaomi картинка будет широкой, широкоугольной. В принципе, это хорошо. Что касается передней камеры, селфи, то здесь, безусловно, опять же, мне очень понравился ноут, потому что в отличие от плюса, он не показывает эту дебильную рамочку с возрастом. Давай, доводите камеру, и 5 плюс. Но кому-то, может быть, это будет интересно и прикольно, он мне покажет, что мне 28 лет. Вот. Под другим углом показывает, что мне 26 лет. Мне 34. Я хорошо сохранился, просто и Xiaomi не смог это распознать. В общем, смешная, дурацкая функция, которая, по-моему, расходует только ресурсы процессора и аккумулятора, как и получается. И вот здесь этой рамочки нету, и селфи получаются немножко более оптимистичными, чем вы выглядите на самом деле. То есть он меня тоже, вот я, всё-таки немножко небритый, вот, недавно мне лазером жгли лицо, всё хорошо. И всё равно он загладил все эти недостатки, практически убрал, и на этом селфи практически ничего не видно, нет следов хирургического вмешательства в моё лицо. Это была не пластическая операция, не волнуйтесь, со мной всё хорошо, я не из этих. И, соответственно, селфи-камера есть, она может снимать, она достаточно широкоугольная, это прекрасно. Возвращаясь к камере основной. Я знаю, что есть умельцы, которые пытаются снимать врос этой камеры, у меня штатными средствами, даже Lightroom, не получилось снять в ДНГ. Но сам JPEG с этой камерой выглядит прекрасно. Прекрасно он выглядит при хорошем освещении. Ну, например, вот, когда чаще всего мы снимаем и берём с собой камеру, например, когда мы отправляемся в путешествие. Так вот, вот сейчас я действительно задумаюсь, а нужно ли мне брать с собой тяжёлую камеру или даже беззеркальную камеру в какое-то путешествие. Потому что фотография вот с этой вот чудо-штуки, с Redmi Note 5, она выглядит очень здорово. И если её обработать, а она поддаётся обработке, то получается действительно приличный снимок. Я, конечно, могу сейчас углубиться и в мегапиксели, и в увеличение, и в динамический диапазон. Хотя давайте про динамический диапазон я всё-таки сейчас оговорюсь. Так вот, я могу углубиться в эти детали, но в целом со смартфона вы наверняка делать этого не будете. Просто устанавливайте сюда Lightroom или Snapseed и обрабатывайте свои фотографии. На компьютере я использую программу FotoLemure. Очень круто, тоже фотографию закинуло или несколько, она автоматом всё делает. В общем, делает хорошо. Запомните её, если будут вопросы, в комментарии пишите, подскажу. А скоро выйдет ролик про этот FotoLemure, потому что он меня впечатляет. Это система автоматической обработки с помощью искусственного интеллекта. Ещё об этом поговорим. Так вот, про динамический диапазон. На самом деле я был в шоке, когда я спустился в подземный переход и увидел там потолок, начищенный для блеска, в котором все отражались. Решил снять картинку с отражениями. И на заднем фоне у меня была лестница, которая уходит вверх, в яркий, солнечный, летний, московский день. И что вы думаете? Эта картинка перед вами. Всё хорошо. Все тени проработаны, все цвета проработаны, всё прекрасно. Камера сама, когда надо, включает режим HDR. И опять же, расширенный диапазон в автоматическом режиме работает прекрасно. Что касается отзывчивости камеры, вот здесь, конечно, есть проблема. Какие-то уличные сценки, стрит, будет тяжеловато снимать на этот смартфон. Особенно, когда задействованы режимы улучшения, портретный режим или режим HDR. Тогда камера чуть-чуть подтормаживает. 636-й очень мощный процессор, но даже его, видимо, не хватает. Ждём Xiaomi Pocophone F1. Его тоже обязательно протестирую. Опять же, если будут комментарии, если вам это нужно и интересно. В моём случае, в целом, я снимал комфортно. Конечно, на флагманах, вроде iPhone X, который тоже у меня в кармане, постоянно камера работает быстрее, шустрее. Но здесь можно говорить о том, что даже по сравнению с 5+, автофокус более цепкий, он не промахивается, и в целом можно использовать смартфон, как фотокамеру. Маленькая ремарка про видео. Видео этот смартфон, да что этот, что плюс, что ноут, пишут примерно одинаково, они пишут его достаточно хорошо. Почему-то, по какой-то причине, сейчас здесь нет поддержки 4К, только Full HD. зато Full HD, по крайней мере на Note, пишется с электронной стабилизацией. Вот можете посмотреть. Один ролик, здесь я просто иду по улице, и просто тестирую стабилизатор, вы видите, как шаги плавно съедаются. То есть стабилизатор работает хорошо. Но вот этот ролик, вы обратите на него внимание, да, он снят на солнышке, но это просто чума. По цвету... Друзья, это видео-тест смартфона Redmi Note 5. Вы на улице, здесь достаточно шумно, ветер. Так он пишет звук, и так работает стабилизация. Буквально, давайте немножко пройдемся. Можно, можно использовать. Спасибо большое. И, к сожалению, как вы увидели по звуку. Звук не главный конек этого смартфона, но есть выход, Bluetooth гарнитура, и пишите звук в нее. Тогда все будет гораздо лучше. Или здесь есть 3,5-дюймовый разъем, можно подключить сюда проводную гарнитуру, любую, но с хорошим микрофоном, и тоже звук будет писаться. То есть этот смартфон, можно сказать, что пишет видео очень хорошо. Для онлайн-трансляции в любой ситуации он тоже отлично подойдет. Кстати, лайп-хак, друзья. Как делать онлайн-трансляции по-настоящему качественно, с помощью смартфона и только него? Ну, конечно же, вашей камеры. Берете вашу камеру, вот у меня, например, Panasonic GH5. По HDMI эта камера может выводить сигнал без элементов управления, чистый. Есть куча адаптеров, которые включаются в разъем OTG. Здесь полноценный USB OTG, соответственно, флешки понимает, внешний шуткий диск понимает, понимает картридеры внешние. И в моем случае понимает еще и адаптер VoxLink, который конвертером является из HDMI в обычный USB. Так вот, с помощью приложения, абсолютно бесплатного, ну, хоть и платная версия, приложение называется USB-камера. Вы можете делать полноценную онлайн-трансляцию с вашего фотоаппарата с помощью этого VoxLink. VoxLink стоит около 7000 рублей. Адаптер есть куча аналогов. Главное, чтобы была поддержка UVC. Или просто USB. Сюда можно вошлать любую веб-камеру USB. Ну, хотя не надо втыкать любую ее камеру, потому что только ваш фотоаппарат может работать лучше, чем задняя камера. Ну, примерно так же, как передняя работает любая веб-камера. То есть, в целом, смартфон-то оснащен уже сам для онлайн-трансляции всем, чем нужно. И, подключая эту штуку, вы можете делать реально полноценную онлайн-трансляцию. Это круто. Просто смартфон, который оснащен очень хорошим модемом. Я про это не рассказал, оставляю она сладкая. Про вообще свой пользовательский опыт со смартфоном Xiaomi. Здесь 64 встроенной памяти. Можно с помощью карточки памяти расширить. Либо выбрать две симки. Ну, поскольку это мой второй смартфон, одна симка, одна карточка, установлено, все хорошо. Внутренняя память здесь очень быстрая. То есть, например, никому не рассказывайте, можно зайти на торрент со смартфона, из браузера, скачать торрент-файл на большом экране, все удобно, здорово. Запустится приложение BitTorrent официально, или U-Torrent, или любой другой клиент, который тоже здесь установлен. И по 5 ГГц Wi-Fi сети домашний на полной скорости какой-то большой файл из торрента будет качаться на скорости до 10 Мбит в секунду. То есть, 80 Мбит, да, 10 Мбит в секунду запросто при скачке из торрента пишется на смартфон и нет никаких затыков. Вряд ли у вас просто больше по Wi-Fi скорость будет. То есть, на полной вообще скорости, которую вот способен выдать 4G или Wi-Fi даже, да, 5 ГГц, 2,4 ГГц, все стандарты здесь поддерживаются, вот на полной скорости будет в внутреннюю память все писаться. Это просто прекрасно. Пользовательский опыт, он таков. Во-первых, распознавание по лицу работает, я включаю телефон, то есть, вот он, да, я его включаю, и вы видите экран. Если я сейчас поднесу его к своему лицу, то оно разблокируется, да, само, кстати, при нем очень хорошего освещения тоже работает, и других людей он не узнает, тоже проверено. Но, конечно же, сзади есть сканер отпечатка пальцев, ну, я как человек, привыкший к айфону, я им не пользуюсь, да, то есть, для меня гораздо проще, чтобы он меня узнал по лицу, это реально крутая штука, которая работает, и работает действительно хорошо. Понятное дело, что в полной темноте, в клубе где-нибудь, здесь модуль не аппаратный, он ваше лицо ничего не подсвечивает, используется просто встроенная камера, ну, даже ее хватает, чтобы даже вечером разблокировать нормально смартфон, достаточно свет от его экрана, ну, если поставить белые обои, то вообще всегда будет работать. В целом, этот модуль работает, и мне практически, ну, может быть, один раз пришлось пальцем разблокировать его, сканер отпечатков пальцев тоже хорошо работает. Как, кстати, айфон, я убрал клавиши, безграничный дисплей, опция MIUI, стандартная у Xiaomi, и я управляю им так же, как 10-м айфоном, без единой кнопки, просто свайпами, как это и происходит на айфоне, все предельно логично, удобно и классно, практически без каких-либо глюков. По пользовательскому опыту интерфейса, единственное, что я, наверное, вам порекомендую сделать, это заменить штатный браузер Xiaomi на Google Chrome, который, по-моему, узнанулен даже изначально здесь, да, то есть просто поменяйте эту иконку в нижней полоске, чтобы у вас был Google Chrome, тогда все работает несколько быстрее, плавнее, без глюков. Если вы много читаете интернет, лазите по нему, тем более, что 6-ти дюймовый огромный дисплей с Full HD Plus разрешением, это очень круто. Интернет раздает он мне постоянно на все устройства, как беспроводная точка доступа работает, тоже без каких-либо нареканий. Модем здесь гораздо мощнее, чем в других Snapdragon, то есть у меня был раньше смартфон на Snapdragon 425, так вот, в 636-м модем очевидно, в Москве работает быстрее, да, то есть на скачку прям тотально быстрее все работает. Каких-то существенных глюков у этого смартфона я не заметил. Единственное, что я могу здесь про него сказать, это то, что почему-то на Google-картах при пешеходной навигации иногда смартфон считает, что он офлайн, хотя есть подключение к интернету, и другие программы используют его без проблем. Вот единственный глюк, с которым я столкнулся при использовании этого смартфона. Чуть-чуть подтормаживает анимация, но это просто особенности андроида, я с этим уже смирился, это есть и на топовых Galaxy Note, например, 9, недавно тестировал новинку, есть это и на топовых смартфонах других производителей, с другими лаунчерами, не только у Xiaomi, и не только у 636, но гораздо более мощных процессоров. Мелочи, вот эти они видны после айфона, но пользоваться можно, и мне кажется, имеет смысл вообще пользоваться, сразу иметь и айфон, то есть и iOS девайс, и Android девайс, если вы заморачивались на какие-то фишки, потому что вот, например, банально, айфон не так хорошо управляет камерой. Как вы понимаете, я зачастую работаю без оператора, сейчас, например, я снимаю себя сам, и для того, чтобы навестись на резкость, для того, чтобы запустить камеру, мне гораздо проще использовать андроид смартфон, потому что мой айфон 10, например, с камерой почему-то коннектится не очень хорошо, не очень уверенно, и удаленное управление камерой Panasonic, например, происходит гораздо увереннее на таком смартфоне. Еще этот смартфон, например, чем хорош? У меня есть дрон DJI Phantom 4 Pro, это очень хороший дрон, но поскольку мы находимся в России, по закону, нам нельзя использовать 5,8 ГГц, а помех в городе много, понятное дело, что в Москве я не летаю, но в других городах или где-то, где мне очень нужно взлететь и есть много помех, диапазон, во-первых, 5,8 ГГц, а во-вторых, вообще режим FCC, это американский режим, когда доступны больше каналов соединения, больше частот, пускай специалисты лучше это рассказывают. Я просто знаю, что с FCC-хаком мой дрон летает дальше, стабильней, и управлять им гораздо комфортней, поэтому сюда вот было установлено модифицированное приложение от компании, ну, модифицированное приложение DJI GO 4, и теперь у меня дрон, именно с этим смартфоном, в отличие от айфона, летает запросто в FCC-режиме. Если мне нужны какие-то суперсовременные функции, которые появились только что, то я могу запустить, они одновременно устанавливаются, здесь, кстати, есть режим разделения пользователей, установки одновременно нескольких приложений, копий приложения, для разных задач. То есть, я могу запустить и стандартное штатное приложение, самое обновленное, до самой новой версии, и у меня тоже DJI будет работать в полном наборе функций, но обычно это и не нужно, поэтому модифицированное приложение с FCC, опять же, тоже на андроиде летает, работает лучше большой экран, смотреть YouTube, смотреть Netflix, смотреть киношки, очень удобно, классно, здорово. Никакие игры не тормозят, ну, опять же, да, то есть, мои коллеги протестировали это все. Маленькая особенность у моего айфона 10, например, есть скверная привычка. Во время автомобильной навигации он очень сильно нагревается, мягко говоря, сильно нагревается. То есть, недавно я ездил, была смешная ситуация, когда я просто высовывал его в окно на полной скорости, без чехла, чтобы, ну, товарищ охладился. И делал это каждые 20 минут, потому что реально нагревался просто до неприличия. Поездил с Note 5 и поездил долго, много, с пробками, с интернетом, с Алисой, предупреждениями о камерах на большой скорости. GPS здесь работает уверенно, стабильно, причем забавная ситуация, иногда пережает iPhone, то есть, это реальная история. Он начинает говорить о том, что сейчас будет поворот налево за полсекундочки раньше, на полсекундочки раньше, чем это происходит на iOS, например. Забавная, интересная фишка, явно что-то программисты Яндекс и Apple не поделили между собой. Так вот, он не нагрелся за практически получасовую поездку, он не нагрелся, то есть, он все время работал в режиме навигатора с предупреждением о камерах, о пробках, о событиях на дороге, и Алиса меня выслушала и построила маршрут, без проблем меня узнала, никаких проблем не было, не было нагрева, и батарейка у него сильно не разряжалась. Последнее, про что я хочу вам рассказать, это, конечно же, про емкость аккумулятора. Может быть, этот смартфон просто еще новый, ему еще, ну, максимум 15 дней от роду на данный момент, но я заряжаю его раз в полтора-два дня, я использую его достаточно активно, я посмотрел, вам рекомендую сериал Разочарование, это новый сериал от создателя Футурамы и Симпсонов, прям супер круто, весь на нем, смотрел, ну, чтобы вы понимали, что я долго на нем работаю, поиграл во всякие игры, понятное дело, что танки, понятное дело, что пабк, ну, вот, честно, да, я не хочу делать этих тестов, вам показывать, да, все хорошо, кадры полные, качество полное, никаких тормозов и, опять же, никакого нагрева, мне кажется, это хороший показатель того, что здесь все собрано по уму, и процессор не очень горячего нрава, соответственно, ну, и батарейка не будет лишний раз насиловаться, даже если он в чехле, нагрев, это самый главный враг батарейки, Quick Charge 3.0 работает, и батарейка при этом тоже не нагревается, навигация батарейка не нагревается, в играх не нагревается батарейка, шикарнейший экран с хорошей цветопередачей, мне даже не захотелось его калибровать, хотя на андроиде это можно, в общем, мой вердикт такой, до 15 тысяч рублей, если вы собираетесь себе купить телефон, официально, в России, с нашей гарантией, год, с доставкой день в день, да, то есть, это нормально, абсолютно, в T-Mole, например, можно купить, так, реально, если до 11 утра заказываете, в 10 вечера вам его примерно привезут, и работает, снимает очень хорошо, делает хорошие картинки, они подаются обработке, он неплохо снимает видео, со звуком, надо что-то думать, либо писать на внешние рекорды, что гико, либо просто использовать Bluetooth гарнитуру, и все будет прекрасно, у него есть много фишек, там, вроде ик-порта, вроде быстрой зарядки, у него достаточно громкий динамик, хороший, громкий по-настоящему, он тонкий, стильный, вот реально, издалека, если бы не вот этот вырез под отпечаток пальца, совершенно ненужный, в моем случае, то был бы iPhone 8 Plus какой-нибудь, да, можно было смело говорить, все бы поверили, камера повернута так, как на новых iPhone, понятное дело, Xiaomi любит на этом паразитировать, челки нету, практически безрамочные, экраны 18 к 9, все хорошо, идеальный второй смартфон, идеальная камера, идеальный спутник для фотографа, если вы ищете что-то недорогое, наверное, все-таки он, не покупайте, наверное, Redmi 5 Plus, потому что этот смартфон на более слабом железе, а цена всего в 1000 рублей разницы, ну, максимум 2000 рублей будет разница, я, наверное, вам не рассказал еще про одну особенность, я сейчас уточню, да, здесь 4000 мАч, батарейка, по-моему, в 5 Plus такая же, да, в обоих этих смартфонах 4000 мАч батарейка, а это значит, что у вас аккумулятор, ну, просто какой-то чумовой емкости, наверное, сложно, найти будет смартфон лучше, я в интернете видел, как их кладут в воду, они не тонут, не повторяйте это, но если намокнет, сразу же не паникуйте, я видел ролики, где их бросают, они не раскалываются, и это действительно похоже на правду, потому что смартфон, ну, очень хорошо собран, здесь олеофобное покрытие на экране, соответственно, пользоваться им как минимум кайфово, я не знаю, сколько оно продержится, но я уже себе заказал с Алиэкспресс, вот это, знаете, спрей, который на экран наносишь, протираешь микрофиброй, и восстанавливается олеофобное покрытие, кому интересно, что это, пишите в комментарии, наберется много, запишу отдельный ролик, для вас, мне не жалко, моя рекомендация на август 2017 года, если вы фотограф, вот ваш смартфон, вот штука, которая за минимальные деньги выдает максимальное качество с умной камерой, с искусственным интеллектом, кстати, напоследок хочу показать вам несколько встроенных камер-фильтров, я снял одну и ту же картинку, в нескольких режимах, ну, во всех режимах, как видите, много, картинка действительно хорошо, красиво и аккуратно обрабатывается внутри смартфона, что тоже очень приятно, спасибо большое, до свидания, меня зовут Андрей Жуков, katot.ru, ставьте лайки, подписывайтесь, панасоник, панасоник, субтитры, субтитры,